Пять фактов из жизни Петра I. Предки, жены, потомки. Отцом Петра I официально считался Алексей Михайлович, второй царь из рода Романовых. Но ни внешностью, ни характером Петр I на него не похож. Некоторые биографы предполагают, что настоящим отцом будущего первого российского императора был сын простого диакона посольского приказа Артамон Матвеев. В детские годы его взяли в царский дворец товарищем для игр с Алексеем Михайловичем. Позже он стал ближайшим советником царя, фактически вторым человеком в государстве. Когда умерла первая жена царя Алексея Михайловича Мария Милославская, которая родила ему за долгие годы супружества восемь дочерей и пятерых сыновей, Матвеев сделал все для того, чтобы царь женился на молодой красавице Наталье Нарышкиной. Она происходила из бедной, незнатной семьи, состоявшей в далеком расцвет с женой Матвеева. Воспитывалась в его доме и, по слухам, была любовницей своего опекуна и благодетеля. Поэтому именно Матвеева некоторые исследователи и считают отцом Петра Первого. По другой версии, Наталья Нарышкина не могла забеременеть от стареющего царя и прибегла к помощи дворцового конюха, имя которого не сохранилось. Известно и мнение современников, что отцом Петра Первого стал Тихон Стрешнев, который заведовал дворцом молодой царицы и был одним из воспитателей ее первенца. Существовала и экзотическая гипотеза, согласно которой отец Петра Первого – это патриарх Никон. Ее придерживался и писатель Алексей Толстой, автор романа Петр Первый. Но историки без труда это опровергли, так как точно известно, что за несколько лет до рождения Петра Никона сослали в Ферапонто в Белозерский монастырь, и быть отцом будущего императора низложенный патриарх никак не мог. Первую жену Петру Первому, статную красавицу Евдокию Лопухину, ему выбрала мать. Жену молодой царь не любил. Несмотря на то, что Евдокия родила сына наследника, Петр Первый приказал насильно постричь ее в монахини. Когда обнаружилось, что у Евдокии в монастыре появился любовник, майор Глебов, царь велел посадить его на кол. Жену высекли кнутом и заставили присутствовать при казни. Рядом с ней поставили солдата, который не давал ей отворачиваться и закрывать глаза, чтобы не видеть мучения несчастного. После этого Евдокию сослали в дальний Ладожский монастырь. Но она пережила всех своих врагов, и когда на трон взошел ее родной внук Петр Второй, он освободил свою бабушку и обеспечил ей достойную старость. Второй женой Петра Первого, при живой и неразведенной первой жене Евдокии Лопухиной, стала безродная, не имевшая даже фамилии иностранка Марта, горничная из дома пастора Глюка. Она попала в плен после того, как русские войска вошли в Мариенбург, в современный латвийский городок Алуксне. Эта 16-летняя красавица, с веселым и покладистым характером, некоторое время исполняла обязанности солдатской шлюхи, побывала в постелях двух генералов, а потом ее забрал себе Меншиков. Согласно одной версии, царь отнял Марту у Меншикова, соблазнившись ее прелестями, и тот очень переживал, лишившись привлекательной пленницы. Согласно другой, Меншиков сам устроил все так, чтобы Марта стала любовницей Петра. Это давало фавориту больше возможностей влиять на царя. Петр I короновал Марту под именем Екатерина, и вскоре выяснилось, что у новоиспеченной императрицы есть любовник, красавец Вильяма Монс, родной брат к тому времени уже умершей любовницы Петра Анны Монс, которая тоже в свое время наставляла царю рога. Петр приказал казнить Вильяма Монса, а отрубленную голову царь велел заспиртовать и поставить в спальне императрицы. Можно только догадываться, какая участь ждала саму Екатерину, но Петр I вскоре неожиданно умер. Как считают многие историки, его отравили Екатерина и Меншиков. Евдокия Лопухина, первая законная жена Петра, родила ему сына-наследника, царевича Алексея. Еще двое сыновей и дочь, рожденные царицей Евдокией, умерли во младенчестве, а царевича Алексея казнили по приказу отца. Вторая венчанная жена Петра I, Екатерина, сопровождала царя в военных походах и поездках за границу и родила ему шестерых дочерей и пятерых сыновей. Все они, за исключением Анны и Елизаветы, прожили недолго. Анна впоследствии стала матерью императора Петра III, а Елизавета совершила государственный переворот, заняла императорский трон и правила России почти 20 лет. Обе дочери, царевны Анна и Елизавета, родились до того, как Петр I обвенчался с Екатериной, и она числилась при дворе портомойкой, то есть прачкой. Поэтому многие считали и Анну, и Елизавету незаконно рожденными. Полностью законным внуком Петра I можно считать только Петра II, сына царевича Алексея и принцессы Шарлотты Кристины Брауншвейк Вольфенбютельской. Он несколько лет был российским императором, но в 16-летнем возрасте умер от оспы. Второй внук, Петр III, сын формально незаконно рожденной дочери Петра I царевны Анны и герцога Карла Фридриха Голшейн-Гатторбского, пробыл на троне Российской империи всего полгода и был свергнут своей женой Екатериной II, а потом убит ее сообщниками. Император Павел I считается правнуком Петра I, но многие историки сомневаются в том, что Павел I связан кровными узами со своим официальным прадедушкой. Если это действительно так, то тогда и все последующие монархи дома Романовых, правившие Российской империей в 19-м и начале 20-х веков, не были потомками Петра I. Если вы знаете другие интересные факты из жизни Петра I, то напишите их в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!